Буду судить только о математике, зато про нее я знаю очень много. Значит, первое замечание такое, замечание позитивное. Последние несколько лет прогресс наблюдается вообще везде, даже на уровне массового, хотя для меня это какая-то фантастика и загадка. Мне трудно себе представить, что массовое образование будет спасено. Трудно, но я вижу, что последние годы оно становится немножко лучше. Возможно, какая-то мода, связанная с тем, что наш гарант везде кричит про математику как главную науку. Видимо, это как-то передалось, потому что действительно, последние годы вот даже в самой простой школе заходишь, и школьники знают больше, чем 10 лет назад. Но это у меня нет иллюзий, я думаю, что это покатится назад, у меня вообще нет иллюзий про массовое образование. Я думаю, что оно умрет до уровня начальной школы, и это в лучшем случае. И, видимо, в глобальной перспективе нам и надо ставить такую цель, чтобы в массовом порядке школьники понимали дроби, простейшие геометрические образы, пропорции. Ну, вот более-менее все. Ну, в идеале еще и знали, что такое основная теорема арифметики, потому что на простых числах сейчас, ну, вся система там, эти все банковские карточки, там, система шифрования, кодирования вся на простых числах основана. Хоть чуть-чуть надо про них понимать. Все. То есть вот если человек выходит с таким запасом в мир, в принципе, он может в нем жить как потребитель мира. Ну, теперь я покидаю область массового образования и перехожу в область элитного. Здесь огромный прогресс. Просто фантастический. То есть последние несколько лет открывается масса новых таких как бы формаций образовательных типа Сириуса. Вот лагерь Сириус в Сочи, где на высочайшем уровне учат самых умных школьников. И весь этот прогресс, он всегда связан с неравенством. То есть одних вырывают из привычной среды и начинают подвергать супер обучению. Другие в этой привычной среде остаются. Вообще любой прогресс, он почти по определению сопровождается увеличением неравенства. И могу сказать, что мы должны просто с этим смириться. Вот в Европе с этим люди не смирились, и закончился прогресс. Друзья один за другим, приезжая в Западную Европу, в любой уголок вдруг обнаруживают, что там ничему не учат в школах. В диком просто ужасе обнаруживают. Я говорю, а что я вам говорил? Я предупреждал. Вы хотели спокойной жизни? Поезжайте. В этой спокойной жизни нет места никакому образованию. Ваш выбор был. Вот последний пример буквально вчера был. Друзья возвращаются из Шотландии, потому что там просто нет ни с кем, ни о чем говорить. Там люди полностью необразованные, абсолютно, так сказать, на уровне вот, ниже Плинтуса. И это связано с требованием равенства. Если вы требуете, чтобы все получили одинаковое образование, то все получат такое образование, которое получает самый глупый рожденный школьник. Ну, то есть никакое. Поэтому мы должны, вот, раз и навсегда нас должна наша советская история отучить от этих экспериментов. Никакого равенства. Нужен прогресс, а не равенство. И прогресс для тех, кто может его взять. То есть учить надо тех, кто может учиться, и учить так, чтобы они потом тебе сказали спасибо всю жизнь. Когда вы отказываетесь от равенства, вы высвобождаете много сил на обучение тех, кто может слушать. И тем самым научите только больше таких людей, а не меньше.